Из-за что? Чтобы уничтожить 150 миллионов богатых, либо 7 миллиардов бедных? Сейчас идет речь о том, что давно пора создавать общественное движение, либо партию. На Украине мы видим, что блогер Шарий создал партию. Вот что я ответил, что создание юридического лица в виде партии целесообразно создавать, когда в каждом регионе будет сформирована своя инициативная группа в количестве 500 человек. То есть в каждом регионе, каждое региональное отделение является сбором инициативных людей, инициативной группы 500, и поддерживает своего регионального кандидата в президенты по позиции самовыдвиженца. Все самовыдвиженцы в каждом регионе идут с единой программой теории всеобщего объединения, нового мировоззрения на базе новой научной парадигмы. Для повышения медийной привлекательности предлагаю представительницам женских энергий осознать значимость медийно-общественной политической истории и формировать инициативные группы исключительно из женской группы населения. В случае реализации подобного алгоритма 500 объединившихся женщин осознанно поддерживают именно человека мужского пола, чтобы не было в обществе противоречий, что женщины объединяются, чтобы противопоставить себя мужской части населения. Нет, в данном случае конкретно женщины объединяются для того, чтобы выдвинуть на руководительщую позицию именно воина того, кто и должен, но под попечительским надзором женской группы населения. Все представители мужского пола формируют группу поддержки вокруг инициативной группы 500. Массовое общественно-женское движение привлечет внимание международной целевой аудитории и можно ожидать подключения граждан всех стран. И здесь как раз возвращаясь к вопросу господина товарища Острецова. Из-за что? Чтобы уничтожить 150 миллионов богатых, либо 7 миллиардов бедных. Либо найти формулу, когда выиграют все. Это и есть новая мировоззренческая парадигма, которая может получить развитие в случае, когда наши передовые умы в области теоретической физики говорят о новой научной парадигме, позволяющей получать энергию из окружающего пространства. Мы ведем речь о новом мировоззрении, о новой научной парадигме, позволяющей получать энергию из окружающего пространства. И, конечно же, я решил подойти к специалисту. Да, и это уже не просто идеи, и даже не просто эксперименты. Это уже работающие устройства. Ну, одно из наиболее впечатлительных устройств – это магнитный двигатель «Слободяна Андрея», который сейчас в Южной Корее уже построил один завод по выпуску этих двигателей. И строятся еще два завода. И они показали, что это работает, и работает устойчиво. Стоимость такого устройства – 15 тысяч долларов. Вы его включаете, оно небольшое, где-то сантиметров 75 в длину, высотой тоже где-то в 70 сантиметров. Вот такой вот ящик, к которому вы подключаете внешние нагрузки в виде, допустим, батареи, или лампы, или телевизор, или стиральная машина. И все это работает до тех пор, пока вы не выключите. Гарантия дается на 20 лет. И это очень удобно, если у вас есть такое устройство для дачи. Очень удобно. Это новый тип источника энергии. То есть радиоактивные делящиеся материалы, нейтроны – это все вчерашний день? Нет. Это все вчерашний день. И это очень неудобно и, кстати, очень опасно. А вот эти устройства… А второе устройство сейчас запущено в Америке. Значит, идет трансляция онлайн работы магнитного двигателя, который транслируется четырьмя камерами уже более двух месяцев. Он работает непрерывно, не будучи подключен к никакому источнику энергии, а сам вырабатывает механическую энергию. Если ее соединить с электромотором, то мы будем получать в конечном счете электрическую энергию, что и делает в Южной Корее Слободян. И в других местах, просто мы мало имеем информации наиболее известной, вот два аппарата, два прибора, которые демонстрируются на весь мир. А американцы считают, что вот изобретение такого источника энергии должно быть удостойно, если это все нормально, нескольким Нобелевским премиям. Прямо открыто. Значит, журнал Wall Street Journal, это очень известный, важный журнал американский. Он опубликовал об этом статью и говорит, что если это действительно так, то это действительно переворот и в энергетике, и в науке. Как вы думаете, философски мы можем на планете все договориться или человеческая природа докова, что мы будем постоянно друг с другом бороться? Нет, ничего подобного. Сейчас этот процесс идет. Я два дня назад как вернулся из Берлина, и вот в Берлине как раз вашему вопросу, который вы задали, вопрос объединения всех. И наций, и объединения науки и искусства, объединения науки и религий. Именно эти вопросы там и рассматривались. Оказывается, что эта деятельность уже ведется около 30 лет. Уже прошло 25 международных конференций именно на эту тему. Но что меня больше всего удивило, что когда я посмотрел участников прошедших конференций, среди них было несколько лауреатов Нобелевской премии по физике. Это был Гайзенберг, это был Дирак, это был Деброль, это был, значит, по медицине француз, а, Вижье, он не Нобелевский лауреат, Люк Монтенье, он лауреат Нобелевской премии по медицине и так далее. То есть целая группа Нобелевских лауреатов активно участвует в объединительных процессах на Земле. Вот был, например, доклад один, который вообще разговор шел об одной нации на Земле. То есть, в конце концов, мы должны представлять из себя одну нацию. Я думаю, что вот те проблемы, которые стоят перед нами, ну, в том числе, выживание на Земле, они как раз являются общими такими интернациональными. Если мы не будем ими заниматься, то это очень плохо. Мы в одиночку их не решим. Ну, например, резкое изменение в худшую сторону климата на Земле. Это связано с нагревом, значит, перегревом земли, с таянием летников. И вот все эти ураганы мы видим каждый день сообщения, то где-то в Европе, то у нас. Еще происходят вот эти события. Это все связано с изменением климата, с риским потеплением. И вот эти проблемы говорят о том, что нам нельзя уже в качестве источника энергии использовать углеводороды. Мы перегреваем Землю. Надо искать другие источники, не сжигать углеводороды, чтобы СО, который при этом, получается, перегрел нашу Землю. Основной источник перегрева – это СО2. Хорошо. Спасибо большое. Вот такие оптимистичные ноты, дорогие друзья, дают наши российские ученые. Но, а с своей стороны, что нужно? Нужно, чтобы прозревала широкая общественность. Простая общественность ставила вопросы перед лицами, принимающими решения. Прошел прямой разговор с Путиным, и не было ни одного звонка Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, а когда будут новые летательные средства? Ну, летающие тарелки, например. Или когда будет автономная энергетика в каждой село и в каждый автомобиль? Почему в Америке об этом работают? А у нас этим занимается Академия по лженауке. Почему кто-то говорит, что ИТР – это все брестсевые кобылы? А кто-то говорит, что это да. А в обосновании говорят, ну, Солнце-то работает. Но ведь многие ученые говорят, что и эфир существует, и эфир втекает в Солнце, как он втекает и в Землю. И те климатические проблемы, которые существуют, это как раз то, что планета Земля переходит в новые звездные созвездия, в какие-то галактики. И опять эфир на нас каким-то образом влияет. Эти проблематику надо поднимать на самом высшем уровне. Я бы сказал бы, на президентском уровне. Ведь у нашей страны, как старый батюшка скажет, так и будет. Соответственно, нужно, чтобы первый листок в государстве поставил эту задачу. Самый что не на есть таким жирным вопросом, чтобы и губернаторы, и сенаторы, и министры, и так далее, подхватили эту тему. Ну и, конечно же, Синдзипинь. Куда нам без Синдзипиня? Вы еще что-то хотите сказать? Да. Я хочу сказать, меня многие спрашивают, а почему вот те новые, очень эффективные технологии, которые мы развивали в России уже 20 лет тому назад, развиваются за границей, в частности в Южной Корее, и в Америке, и еще в других, и в Китае сейчас начинают развиваться очень интенсивно. А у нас они тормозятся. Вот я ответил так, как вы сейчас сказали. К сожалению, у нас вот такие важные вопросы приходится решать Владимиру Владимировичу Путину, а не тем ученым, которые по долгу службы должны в этом разобраться. Они просто это игнорируют. И, в принципе, если мы не обратим на это внимание, то в конце концов мы будем покупать новую продукцию, созданную по торсионным технологиям, с нашим участием много лет назад, но воплощенную, созданную в виде коммерческого продукта в других странах. У нас это все застопорилось и не развивается, а, например, южные корейцы, они не обращают внимания на то, наука это или лженаука. Если механизм работает, если устройство работает и есть продукция, для них это главный показатель, и они это развивают и очень успешно и будут зарабатывать деньги. То есть мы можем проиграть экономическую войну, которая против нас идется, если мы не обратим внимания на новые, очень эффективные технологии, разработанные в нашей стране. Да, дорогие друзья, только общество, только гражданское общество может поставить вопрос объединяться в регионах по 500 человек инициативных групп, в каждом регионе выдвигать своего собственного кандидата к президенту по самовыдвижению и тем самым прорвать цензуру колониальной империи, которую сейчас, в которую нас вовлекли, навязав там бандитский капитализм, дорогие друзья. Только массово, в каждом регионе свой собственный кандидат к президенту, но все кандидаты к президенту идут под одной единой программой глобальной волны. Новая научная парадигма на благо каждого. Ведь ученые предлагают справедливую формулу об обществлении капитализации на благо всех граждан. Соответственно, мы все становимся в доле, мы все становимся в выигрыше, выиграют все. А когда Россия внедряет эти технологии, то что дальше делает Россия? Правильно, дорогие друзья, не военные, гуманитарные технологии распространяют по миру, чтобы было счастье на земле. Это семинар по холодной ядерной синтезе, РУДН, Дружба народов. Спасибо. Спасибо.